Все началось с коробки сахара с названием Брест на польском языке. Именно тогда я поняла, что кроме белорусского и французского существуют и другие Бресты. С этой фразы автор экспозиции Ирина Шиплевич начала свой отчет о путешествиях по городам-тезкам нашего пограничного города. Поиск Бреста длился два года. В первом экспедиторы посетили Западную Европу и нашли населенные пункты с именем Брест в Польше, Чехии, Германии и, конечно, Франции. Во второй забег, на этот раз по Балканам, путешественники обнаружили небольшие, порой совершенно заброшенные и забытые поселки Тезки в Албании, Сербии, Болгарии и Македонии. Кстати, именно последний, Брест-Македонский, запомнился Ирине больше всех. Мы нашли его на горе, заброшенный только источник, руины, местные жители, 23 человека, живущие без интернета, на крышах у себя черепицу, приводящую в порядок землетрясения, никто не восстанавливает. Половина школы есть, половина школы завалена, там занимаются детки. Это произвело, конечно, удручающее впечатление. Опять возвращаясь домой, мы ценили, что у нас не стоят города в руинах и не растут на ЦУМе деревья в разрушенной крыше. Когда мы вернулись, первый девиз мы подхватили у Александра Степановича Рогачукана, на дни города родился девиз «Лучше Бреста нету места». И у этой выставки есть другое название «Лучше Бреста нету места». Зачастую брещание балканцы о белорусском Бресте и не слышали вовсе. Однако с любопытством рассматривали выставку со снимками нашего пограничного города, которую порой экспедиторам приходилось размещать прямо в поле. Слушали о Бресте белорусскими и благодарили группу за знакомство с ним. В итоге путешественники привезли с собой целый багаж контактов и предложения о культурном сотрудничестве. Инициатива о народной дипломатии была поддержана Брестским госполкомом, который решил создать ассоциацию всех Брестов Европы к тысячелетию нашего города. У нас появилась надежда, что мы создадим ассоциацию всех Брестов. Такую идею нам, можно сказать, подкинул уже экс-заместитель мэра Владимир Чернов. И мы всячески старались установить контакты именно с властью, с администрацией этих районов, городов, сельских поселков. И нам это удавалось. Когда мы вместе с нынешним почетным консулом Франции были во французском Бресте, и я просматривал информер погоды, который вытал мне, ну, по крайней мере, больше десятка Брестов, и я тогда обсудил этот вопрос с зам мэра французского Бреста. И мы начали раскручивать эту тему. Через год мы побратались с французским Брестом. И когда появилась инициатива наших друзей, фотографии которых вы видите, проехаться во французский Брест в честь годовщины Первой мировой войны, я им предложил по дороге заехать в те Бресты, которые я уже знал. Как итог, двухлетнее путешествие, новые контакты, колоритная фотовыставка. На снимках не только улицы городов и поселков, но и жители, представители администрации и жизнь нетуристической, самобытной Европы. Пока Ирина ловила моменты фотообъективом, руководитель группы и одновременно главный редактор газеты «Брестский курьер» Николай Александров всю дорогу вел путевой дневник, буквально на коленках записывая, по его словам, колоссальные впечатления. Это открытие для меня лично Европы, не той, которая парадная, туристическая, а самой глубинной, сельской Европы, в чем-то где-то неухоженной, где-то ухоженной, в своей истории прекрасной. И были такие неожиданные совершенно ощущения, впечатления, когда мы попадали вдруг по какой-то странной дороге к древнему монастырю 13 века, или когда приезжали в город, а гроза там вырубила электричество, и мы в полной темноте ищем гостиницу. То есть тут и приключения, и прекрасное, и серьезное, и забавное. Все было. А главное, что было ощущение полноты с жизнью. Кстати, в каждом городе есть своя версия происхождения названия города. К примеру, во Франции и Чехии Брест – это что-то красивое и возвышенное, в Македонии – дерево вяз, а в Албании – это пояс, поколение, нечто объемлющее. Работа по поиску новых Брестов будет продолжена. Какая страна будет следующей, организаторы пока держат в секрете. Ну а пока все желающие могут ознакомиться с фотоотчетом от Бреста к Бресту, как от сердца к сердцу. До 1 мая он будет располагаться в музее спасенной художественной ценности.